Первым шагом предпринимательства, как ни странно, оказалась медицина. У меня за плечами около 10 лет хирургической практики. Еще оперируя активно, я уже стал для себя задавать вопросы, где можно приложить свои таланты, которые бы приносили и больше финансов, и больше удовлетворения. Первые тренинги я проводил среди своего узкого круга, среди тех людей, которые меня хорошо знали, которые доверяли мне. В 2002-2003 году у меня появился первый опыт работы с крупными компаниями. Для меня это тогда был такой сигнал, что стоит в это вкладываться, стоит развиваться. Получил второе высшее образование в сфере управления организацией. И я понял, что навык вести переговоры применим, приемлем и важен в любой сфере, в любой отрасли, в любом направлении. На сегодняшний день моя компания, это прежде всего моя команда, это те люди, с которыми мы реализуем большие проекты. Я перебрался в Москву, но здесь, в Барнауле, на Алтае, у меня осталась команда, мои партнеры, которые прекрасно разбираются в маркетинге, в управлении, в бизнес-процессах. Нашими ключевыми клиентами являются собственники, владельцы крупных объектов. Многое, что поменялось, федеральные площадки, я сейчас выступаю как спикер на крупных форумах. 20 лет тренерского опыта и формирование методологии на протяжении всех этих лет работы с компаниями, с аудиториями, вылились в монографию, вылились в книгу, которую я очень люблю. Это мое детище. Никто не предвидел, что такая ситуация в стране возникнет. Конечно же, это повлияло на финансовый результат и понадобилось несколько месяцев для того, чтобы выйти снова в тот уровень дохода. Конечно же, учитывая, что большая часть мероприятий, в которых я был задействован, проходили в формате офлайн, то очень многие заказы в феврале-марте были отменены. Но, как говорится, нет худа без добра. Именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы перейти максимально в онлайн. И сегодня очень много заказов идет именно в дистанционном формате. И, конечно же, для меня было очень важно, что именно это было стартом для Академии деловой коммуникации, для Академии созданного предпринимательства и Академии фриланса. Это три онлайн-проекта, которые сегодня активно развиваются. Для меня предпринимательство — это несколько компонентов. Первое — это смелость, потому что очень часто мы не идем туда, где видим ресурсы, где есть возможности, опираясь на страхи из прошлого. Второй компонент эффективности бизнеса — это профессионализм. И прежде всего, это набор управленческих навыков и компетенций. Третий компонент — это, конечно же, умение доверять людям. Это умение формировать вокруг себя команду тех людей, работая с которыми ты спокоен, уверен. Быть профессиональным руководителем — это, конечно же, обязанность любого предпринимателя. Я считаю, что для спикера, для бизнес-тренера, для консультанта очень важно уметь налаживать очень тонкие доверительные отношения с клиентом. Тот, кто умеет вести переговоры, он может и управлять проектами, и получать максимально интересные заказы, максимально интересные проекты на рынке.